Пятый канал представляет Детектив Насонов приехал на отдых в деревню Звоново По приглашению сына своего старого армейского друга Семена Пашкина Алексей Викторович, ну наконец-то У нас рыбы, во, грибов еще больше Да, подождет рыба, сегодня хочу на могилку Тымасу сходить, рыбалку уже завтра Сходи А я тогда в город пока смотаюсь, у нас там совещание участковых, новая метла пришла Ну там ценные указания будет раздавать Ну как обычно Ну мы одним днем, только туда и обратно, ну что ты Все, я сказала, не пущу, не знаю я там, какого ты дедушку нашел У Темы отец только один И этот отец ты А значит и дедушки никакого нет Тема для меня как родной Ну все-таки у него дедушка родной тоже есть Все, я сказала, не пущу я ребенка никуда Ты сам вот съезди и привези мне этого дедушку А я ему в глаза посмотрю, все Пойдем, пойдем Дедушка какой-то нарисовался У Люля отродясь родственников не было Ее бабка вдовая воспитывала А кто отец ребенок? Так кто его знает? Она в город уехала, назад беременная вернулась А через два месяца вон за этого прыща городского замуж вышла Ладно, я пойду Калитка открыта, ну ключи сам зажду Давай, до вечера Леля, Санька, заноси Быстрее Пьянь, я сама Иди нафиг Иди сюда А я теперь здесь жить буду Мне положено Ир, ты чего? А это все мое, ясно? Я уже вот сколько терплю Надоело Моя алкашня мне вчера дом подпалила Так что считай, мне жить негде А я тебя не пущу Да ладно Вот суд скажет, что дом твой Тогда и въедешь А ну-ка пошла отсюда Дом мой, ясно? Помогите мне, пожалуйста Муж уехал Участковый Семен тоже Она специально такой момент выбрала И нас из дома выгоняет Так стоп, вы Леля, да? Да И кто вас из дома выгоняет? Ирка заселяется в наш дом И вещи свои туда уже переносит И козу во двор привела Козу я видел А почему она заселяется в ваш дом? Вы что, родственники? Нет Я уехала в город А бабушка моя слегла А Ирка за ней ухаживать стала А потом я через год вернулась беременная К бабушке? Да Бабушка уже без сознания была Через неделю умерла А я через полгода пошла вступать в права наследования И тут Ирка с завещанием И утверждает, что моя бабушка на нее дом записала А в суде что? А суд у нас через пять дней Последнее слушание Она, не дожидаясь суда Уже со своими вещами к нам в дом И утверждает, что это ее и нас выгоняет Помогите, пожалуйста Я вас очень прошу И вы, пожалуйста, узнайте Может быть, у нее это завещание, ну, липовое, может быть Ладно, идем к Ирке Че, подмогу привела? Ну-ну Ладно, так уж и быть Разрешу вам с ребенком Да сюда в одной комнатке пожить Временно Ир Ты не имеешь права Ой Послушайте, я частный детектив Вы на самом деле не имеете права этого делать до решения суда Это статья 330 Уголовного кодекса Самоуправства Да пошел-ка ты лесом, детектив Вот, глядите Копия, заверенная нотариусом Оригинал в суде Это мой дом Я уже три года терплю Все, вы мне мешаете, мешаете А ты вон, перебирайся вон в ту комнату Ладно, уж поживете, пока я добрая Ну, не драться же с ней Постарайтесь не обращать внимания на ее выходки А я узнаю, какие перспективы удела в суде Ну, вот больше пока, к сожалению, чем помочь не могу Тихо-тихо, свои Да где ты был-то вообще? Я встречался со знакомым Алексеем Викторовичем из суда Ну и что? Ну что? Завещание, которое предоставила Ирина Семенихина Признано действительным Так что получается, дом бабки по закону ее Подожди, но ведь у Лели ребенок, и она там прописана Не исключено, что суд обяжет ее не выселять Лелю с ребенком Там даже есть, по-моему, какие-то постановления по этому поводу Но в любом случае, дом перейдет к Ирине Алексей Викторович, я все узнал Ну, я почему-то так и думал Ну, придется Лелю расстроить А вы-то не хотите сюда приехать? Места здесь просто удивительны Да я, в принципе, не против, только за Сейчас я не спрошу Ну чего? Ты в деревню, Алексей Викторович, поешь? Что, дур, что ли? Алексей Викторович, она говорит, что у нее аллергия на комаров Так что она в офисе останется, да А я завтра приеду Ага, тогда как садешь с электрички, сразу набери меня Я объясню, как срезать через лес, а там встречу Алло, Леля, есть разговор Да, Алексей Викторович Да, я уже приехал, встречайте Да Евушка Елки Алексей Викторович Я здесь девушку нашел, труп Координаты, я не знаю, ну давайте я кричать буду Я здесь Алексей Викторович Это Ирка Ирка Семенихина Кто ж ее так Ну, судя по ранее, это произошло уже часов шесть назад А, это, кстати, Семен Пашкин Да, Дима Мужики, слушайте Я к вам так быстро сюда бежал, что забыл участок закрыть Сходите, а, закройте А то вынесут что-нибудь, с меня же спросят А я здесь опергруппу подожду пока Ладно, Дима, пойдем Эксперты не любят, когда посторонние на месте происшествия Здорово Я тут похозяйничал немного Да ничего, все нормально, брат Есть очень хочется Во-во Ну и что эксперты сказали? Ну, потерпевшего убили молотком Потому что его недалеко В трое нашли Крови мало было, видели сами Завтра эксперты все скажут Вроде бы киновок с собакой приезжал Собака след взяла? Да взять-то взяла След просто к речке ведет Но она мелкая Убийца, наверное, вброд ушел Ну, а следствие что думает? Кто ее мог? Да пока непонятно Разное там Я что пришел-то? Ты мне распишись в протоколе Ну, как человек, который Нашел труп Можете на пару слов? Да Алексей Насонов По приглашению участкового Семена Пашкина Приехал в деревню на рыбалку Детектив становится Свидетелем скандала Ира Семенихина Претендующая по завещанию На дом умершей пенсионерки Логиновой Выгоняет из дома Лелю Зотову Внучку Логиновой А на следующий день Дмитрий, который едет К Насонову Находит Семенихину Мертвый в лесу Можно? Вот здесь на этом месте Был какой-то предмет Красный круглый Скорее всего, пуговицы Да? Семен Ты же знаешь правила Сначала место происшествия Фотографируется Потом начинается поиск улик То есть Эта пуговица Исчезла еще до приезда Экспертов Вот интересно Чья же это пуговица, а? С Лелиной кофтой она А Леля у нас главный подозреваемый И тяж бы это из-за дома И скандальный выход Киры, да? Молоток ее Отпечатки ее Алиби нет Она всю ночь дома с ребенком просидела Муж как уехал в город Так ночевать домой не вернулся В деревне вообще все твердят Что это точно Леля убила А ты значит ее спасти хотел? Да не убивала она Подставить ее хотят, понимаешь? А новому начальству сам знаешь Лишь бы дело закрыть Потому что все против нее Помоги, а? Да я-то помогу Только давай больше никакой самодеятельности Дим, ты доедай И давай на место работы погибшей Где она, кстати, работала? В овощной лавке Ну а ты сам Что думаешь? Кого ты подозреваешь? Да Бог его знает Она баба жутко скандальная была Могла себе легко в лорогов нажить Тут иной в деревне бухнет Сразу за топор Ну, сами знаете Ладно, мне пора идти Мне он к следователю надо Ой, спасибо Стой, стой, домашний, Тема Сая, ну ты даешь Зачем ты это сделала? Я пока с остановки дошел Мне уже все рассказали Ну ничего, родная Мы найдем тебе хорошего адвоката Я говорил Поехали в город В мою квартиру Андрей Ты что? Как ты можешь так думать? Ты же мой муж Ты мне в любви клялся Неужели ты тоже считаешь меня убийцей? Не кричи Тем более не при ребенке Пойдем Дома поговорим Принц ее городской примчался Два месяца женатый А он уже в городе ночует Странно это все Баба у него там завелась Явно Слушай, но он же сказал Что у него в городе квартира Думаешь, квартира Как раз туда он эту бабу и водит Зачем ему Лелька? А еще есть ребенка Катя Мы про Иру говорили Ты сказала Она встречалась с кем-то Из соседней деревни Ну С циркиной стороны Может это и роман был Может она считала Что встречалась С его стороны Был просто сплошной секс У него Жена на сносях Как раз была Ну Ей ничего нельзя Вот ему и приспичим А Ирка Как раз под руку подвернулась А что очень удобно Он как раз вон С Лежневки Через речку Так что Ну и что До сих пор встречаются Ну то есть Встречались Слушай Там такое было В общем Ирка там такое Учудила Она Хотела замуж За твоего гурьку выйти Ну у нас тут Мужков нормальных Раз-два И общался А он вроде Мужик приличный Ну и Якобы Сексится нормально Ну короче Она решила Его женой С этой развести С беременной Да Позвонила Якобы типа Анонимно Сказала Мол У него любовница есть И все То преждевременные Начались Теперь она В реанимации С ребенком Сюда ушла Ой Ирка так боялась Что Борька Не до новых узнает Про это Ну что это она Звонила Ну это не сложно Вычислить Ну так то да Но Дело в том Что Борька еще Мужик такого нрава Крутого А как выпить Так вообще Его два раза Сажали за драки Но Я уверена Эта Лелька Убила Ирку У них давно К этому шло Понятно Алексей Викторович Тут такое дело Ну вот и выясни все Про этого Бориса Поезжай в Лежневку И понаблюдай за ним Мотив-то у него точно был Здравствуйте Здрасте А Ира нам вот Во двор козу привела Что нам теперь с ней делать Сиротой осталась А вы тоже думаете Что я Иру убила Скажите А ворота у вас Всегда открыты Когда как Муж мой Андрей Всегда запирает А я Могу и забыть А вы ночью Что-нибудь слышали Нет Мы с Темой В комнате Закрылись В той Которую нам Ира Выделила Тема Сразу уснула Я проплакала Полночи Потом тоже уснула А Ира что делала Гремела что-то Двигала мебель Пела громко Пару раз мне стучало Но я не вышла Я не знаю Куда она ушла Ночью Кто ее убил Но это не я Здрасте Люль Чем Чему-то кормить Он просит Говорит Не поем Не поеду Куда В город Люля В город Подумай о сыне Мы живем пока там Пока все уляжется Это мой сын Понимаешь Мой И мой тоже Ты забыла Я неделю назад Установил его официально И теперь тоже вправе решать Что ребенку лучше Извините Меня вот еще молоток интересует Ну орудие убийства Ваш молоток кстати Да Меня уже спрашивали следователи Молоток И все инструменты У нас лежат Сзади дома В пристройке Пару дней назад Я взяла молоток Чтобы ступеньки укрепить Потом меня Темка Отвлек Я его и бросила Люль Я молоток потом Обратно на место положил Это точно Я понял Дмитрий следил за Борисом Любовником погибшей Ирины Семенихиной Алексей Викторович Вот что я нашел Его Борис выбросил Может это он Ирину убил И решил от улики избавиться Ведь насколько я помню Вчера при трупе Кошелька не было Ну а зачем Он ей в лесу От комаров отмахиваться Ну может быть Она его по привычке С собой прихватила А откуда у Бориса молоток Ладно С Борисом все равно Надо разговаривать Идем Детективы поехали к Борису И увидели его Идущим из магазина Домой Борис Минуточку Нам нужно с вами поговорить Стоять Спокойно Чехол Что надо то Спокойно Нам знакома эта вещь Нет Несколько часов назад Вы бросили в реку Этот кошелек Поэтому есть свидетели Видеозаписи Так что едем в участок А можно домой Я не сбегу Мне правда очень надо Вечером теща придет Жене передачу в больницу понесет Собрать я должен Да я понял Что я попал Ладно Ладно Залезай в машину Только без фокусов Дима забери пакет Как там ваша жена Ребенок Жена более-менее Учитывая конечно Что ей Все отрезали По женской части А ребенок Двадцать восемь недель Отвезли В федеральный центр Теща молится Я молюсь Хоть и в бога не верю Это вы Ирину убили Было за что? Хотел бы убить Только дважды не убивают Да это я дурак На юбку повелся А откуда у вас ее кошелек? Ну я со Звоновки шел Лесом И че? И че тут обсуждать то? Видел дождевик мелькнул Белый в красный горошек Ну женский такой у нас В сельском магазине продаются Дешевка эта китайская А кошелек? Кошелек зачем подняли? Ну дурак че Вышел на прогалину Вижу Ирка вроде Окликнул молчит А рядом кошелек лежит Ну я и взял Мне просто деньги очень нужны Только кошелек этот не Иркин Я сразу понял А чей? Лёлин Да там денег то было Тысяча с копейками Лёлин? Ну да Лёли Она меня стригла в городе Я кошелек ее и запомнил Там фотография была Бабки ее Мне просто бабку Стыдно было в пруд выкидывать А кошелеку решили припрятать Я как раз понимаю зачем Вы хотели шантажировать Лёлю? Хотел было Да передумал Почему передумали? Хорошая Люля Стыдно стало Слушайте можете выйти на минуту? Мне нужно жене письмо черкануть Там телефоны запрещены Да я никуда не сбегу Куда мне бежать? Ладно Детектив Насонов приезжает на отдых в деревню И становится свидетелем скандала между двумя наследницами На следующий день Дмитрий находит одну из претенденток Ирину Семенихину убитой Вскоре детективам становится ясно Что мотив на убийство Ирины Был и у Бориса Деева Бывшего любовника погибшей Как-то многовато улик против Лёли И пуговицы, и молоток, и кошелек Она бы еще на месте убийства свой паспорт оставила С запиской внутри Что, мол, убийца, это я Слушай А что если цель убийства Это именно подставить Лёлю? Проходите Вы Лёлю хорошо знаете? Нет Не очень Бабка ее хорошо знал Когда Лёля в город свинтил Бабка слегла Переживала сильно Семен Пашкин тоже с Мурной ходил Все в город мотался Лёлю пытался вернуть Да, а Семен тут Лёля неровно дышит Еще как неровно Он даже на Катьке пытался жениться Ну, когда Лёля в город уехала Типа назло Ну, а почему не женился? Когда Лёля из города вернулась Хоть и с животом Он Катю сразу бросил И снова к Лёле Да только она его отшила Ну, Семен на измене А Лёля бац И замуж выскочила Она с мужем своим Тут познакомилась Он рыбачил Как Лёлю увидел Так и голову потерял Да У вас тут прям какая-то Санта-Барбара творится А то Еще какая Следователю позвонил Он приедет за Деевым Будем проверять Скажи, а при обыске у Лёли Дождевик не нашли? Белый такой в красный горошек Нет Точно нет Ладно, у меня вызов Если что Алексей Викторович Я вот что подумал А что если это Катя Ира убила? Ведь если Лёля сядет надолго То путь к сердцу Семена Будет свободен Может я послежу за ней Проверю эту версию? Мне кажется Не очень логичная версия Но давай займись Дмитрий наблюдал за Катериной Уже несколько часов Катерина в свою очередь Устроила настоящую слежку За Лёлей Ну что мы с тобой творим? А вдруг увидит кто? Да ладно, Лёля Вся деревня знает Что я тебя с самого детства люблю Вся деревня знает Что ты на Кате скоро женишься Ой Зачем я поспешила? За Андрея вышла Нет, он конечно хороший Добрый И Тему любит Но Я тебя сколько раз замуж звала? Ну Я же знала, что ты с Катей Я не хотела Вам мешать Ваши отношения портить Я ревновала Интересное дело Ты значит в город уехала А назад беременная вернулась А я что, это все время должен был ждать? Конечно у меня была женщина Я даже не спрашиваю От кого Тёма? Нет, пожалуйста Не надо только об этом Не надо Подожди А это что получается Что ты бы всё равно на Кате женился Да Да Ну Что ж Хорошо Хорошо Ох А вот и твоя невеста Хвостом за тобой ходит А ты как собака на сене Ни себе, ни людям Я уж молчу, сколько у тебя мужиков перебывала От одного родила За другого замуж вышла С третьим вон Любовь крутишь Да пошли вы Лёль, постой Я же люблю тебя, Сёмочка Давно люблю Алло, Алексей Викторович Я тут накопала какую-какую информацию Оказывается у погибшей Ирины Семенихиной Есть наследник Наследник? И он может претендовать на дом? Ну, в случае смерти Ирины Право наследования достанется именно ему Точнее ей И Екатерине Николаевой Это единственная родственница Ирины Какая-то дальняя родня по матери Екатерина Николаева? Так это же местная продавщица Всё, я понял, спасибо А ты был прав У Кати был ещё один мотив Вот этот дом Ну вот, я же говорил Андрей, я никуда не поеду отсюда Подумай о сыне У него будут пальцем показывать Сын убийцы А тут дед Сам Эдуард Исмайлов Ты вообще понимаешь это? Да я никого не убивала Люда, подождите Только один вопрос Катя могла прийти в ваш двор? Да, могла Спокойно У меня муж С ней общается Он у неё комнату снимал Когда приехал Они дружат Извините Мне нужно побыть одной Скажите А как давно вам известно О том, что вы наследница Ирины? Да я сегодня вот буквально узнала Мне утром Нотариус из города позвонил Сказал Да какая я ей родственница Так Седьмая вода на киселе Можно сказать Ну зато как всё удачно для вас складывается Ирина мертва Лёля вот-вот в тюрьму посадит А у вас и Семён, и дом Да вы что Чтоб я человека убила Ради мужика и дома что ли? Нет, вот Честно Пакости, да Я Лёльке делала И Даже Ирку Подбивала на это Но Она моя подруга была Зачем мне было её убивать? А за Лёлей вы следите? Семён меня Бартанул опять Недели три назад У него там что-то в голове Перещёлкнуло Давай, говорит Сделаем паузу А кто ещё знает Что Семён снова с Лёлей? Андрюшка знает Муж Лёлькин Я ему сказала Думала, он хоть в город её увезёт А ему хоть бы что Ещё и пацана её усыновил Вот почему её все любят А меня никто Детектив Насонов позвонил Анне И велел ей найти Всю возможную информацию Об Андрине Сотове И Эдуарде Измайлове Вот Сегодня следователю утром прислали Отправителя вычислить не удалось Он там как-то по-хитрому отправил И подписал Кое-что интересное в огороде Так, а что? Ну, нашли Дима понятым был Белый дождевик, красный горох С каплями крови Кровь семьи Нихиной Дождевик Лёлин На него Тёма наклейки понаклеил Ну и Лёля дождевик признала Алло, Алексей Викторович Я всю ночь провела в офисе Очень устала Сейчас иду к дому Но я нашла кое-какую информацию Какую? В общем, Зотов раньше работал в банке В кредитном отделе Но его уволили оттуда Три месяца назад За то, что он выдал Кучу неподтверждённых кредитов Своему приятелю Захару Измайлову Отдавать кредиты было нечем Поэтому за Захара Отдал долг его отец Эдуард Измайлов У него, кстати Сеть автозаправок по региону Так, а что ещё? Захар три месяца назад Попал в автокатастрофу и умер Он был наркоманом со стажем Отец ему денег не давал Ну, собственно Отсюда и кредиты А про махинации Зотова Как раз выяснили После смерти Измайлова-младшего Мне нужен телефон этого Измайлова Да, у меня есть его телефон Я вам сейчас его скину, эсэмэск Вы меня звали? Да И это очень важно Расскажите мне про отца вашего ребёнка Я никому никогда об этом не рассказывала В общем, у меня в городе Был ухажёр Крутой Только наркоман, как потом выяснилось Он мне деньги, подарки Мы с ним пару раз в ресторан ходили Ну и что дальше? Один раз он меня встретил с работы и изнасиловал Я поняла, что я забеременела Я его ненавидела Но ребёнок же ни в чём не виноват Я так боялась, что... Что ребёнок больной родится Но нам очень повезло Вы в полицию обращались? Нет, и не спрашивайте, почему А Захар Этот, когда у меня срок уже большой был Явился, увидел, что у меня живот Начал мне угрожать Я испугалась и везде ревню Я хочу познакомиться с одним человеком Это Эдуард Измайлов Это дед вашего, Тёма И вы туда же, да? Мне не нужны такие родственники Вы на самом деле зря Он ваше алиби Так вот вы какая, Лёля Когда мой сын умирал в больнице Он рассказал про вас И про то, что, возможно, у меня есть внук И я начал искать вас И когда Андрей сказал, что, возможно, нашёлся ребёнок Какой Андрей? Да ваш муж Он был приятелем Захара И вот Андрей узнаёт, что отец Захара ищет своего внука Тогда он разыскал вас Женился на вас Установил Артёма Задача была вас устранить И тогда он остаётся опекуном маленького Измайлова Всё, жизнь удалась Это всё из-за денег? Ваших денег? Вы скрыли факт того, что приезжали в деревню в ночь убийства Семенихиной Я не приезжал Я был в городе Я вернулся только через день Судя по геолокации вашего телефона Вы выехали из города в час ночи И вернулись в пять утра обратно Следствию удалось установить попутку, на которой вы передвигались всё это время Что это доказывает? Да будет несложно доказать, что это именно вы отправили анонимные сообщения о дождевике Кстати, с дождевиком вы сильно прокололись Согласно террасологической экспертизе, кровь на него попасть не могла А это значит, что вы специально испачкали дождевик кровью Ирины Вы ничего не докажете Ничего Это косвенные улики А против Лёли полно прямых улик Улики, которые вы подбросили к трупу А знаешь, из-за чего он Ирину убил? На самом деле из-за тебя Он понимал, что его брак трещит по швам И что Лёля скоро уйдёт к тебе Надо было срочно действовать Лёля могла обжаловать усыновление Её надо было как-то нейтрализовать Ну, если её убить, то мотив, ну, слишком очевиден А посадить вот это самое то Вы ничего не докажете Ничего Назад, назад! Я умею этого наркоматского умилка! Тихо! Я вообще-то выдавил, я служил, если что Хорошую тему дедушка, правильный Давай, пошёл! Суд признал Андрея Зотова Виновным в убийстве Ирины Семенихиной И назначил наказание в виде Десяти лет лишения свободы В колонии строгого режима Пятый канал представляет Субтитры создавал DimaTorzok Нифига себе Кто это мог сделать? Ой, деньги Украли! 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 Ой! В детективное агентство обратилась Татьяна Берестова Кто-то устроил погром в её съёмной квартире А также украл ноутбук и сто тысяч рублей Тань Ну ты как, успокоилась хоть чуть-чуть? Ну, говорить можешь? Ну, принеси в обе, Ань Ну ты в полиции была? Нет Мне туда нельзя У меня родители, если узнают, то отец сразу примчится А мне это совсем ни к чему Они меня вообще еле как в город учиться отпустили Ну хорошо, а от нас чего ты хочешь? Ну как чего? А чтобы вы вора нашли? Ну, отбук вообще не мой был Да и сто тысяч мне жалко Ну да, сто тысяч, денежка-то немалая А почему они у тебя дома лежали наличными, а, например, не на карте? Накануне хозяйка квартиры попросила меня сто тысяч вперёд заплатить Ей там срочно понадобилось на лечение А что за лечение? Да я не знаю, не спрашиваю, как-то неудобно Ну, хозяйка очень хорошая Я с осени в этой квартире живу И она даже за это сказала, что цену снизит немного В общем, я позвонила отцу Всю ситуацию объяснила И он мне на карту деньги перевёл А хозяйке я наличкой плачу обычно Ну, она сама так меня попросила Поэтому я деньги сняла и ей понесла Так, ну и что же потом-то случилось? Я пришла А хозяйки дома нет Её дочь сказала, что мать два часа назад скорая забрала И она в реанимации Ну вот, в общем-то и всё Я... Я узнала, в какую больницу её отвезли А деньги дома спрятала Решила, что как только её из реанимации переведут То я сама съезжу в больницу и ей эти деньги отдам Вчера утром я, как всегда, ушла на работу А как только вернулась, то в квартире погром и денег нет Угу А скажи, а ты одна в этой квартире живёшь? Одна Да Тань, ну а кто мог знать, что у тебя в квартире хранятся деньги? Да никто Хотя, знаете, вот мой парень, Коля Ну мы с ним недавно поссорились Но вообще он до этого у меня жил И да, он знал, куда я обычно прячу деньги Ну а кто ещё бывал в твоей квартире? М-м... Глеб Мы с ним работаем вместе в дизайн-студии Он меня рисовать учит И иногда мы у меня дома занимались Конечно Запиши-ка данные Глеба и Николая Угу Скажи, квартирная хозяйка или её дочь заходили к тебе? Нет, никогда Тамаре Степановне, это хозяйка Я сама всегда деньги относила А Марии, это её дочка Ей вообще никакого дела до этой квартиры нет Ну хорошо Вы пока соберите информацию на этого Глеба и Николая А мы поедем, осмотрим место преступления, да? Или тебе на работу нужно? Нет, нет, нет Я сегодня отпросилась, мне не до работы Таня, почему ты не хочешь, чтобы о краже узнали родители? Или ты нам не всё сказала? Ну да, не всё Понимаете, я на самом деле родителей обманула В смысле? Ну, они меня отправили учиться на экономический факультет, чтобы свой бухгалтер в доме был Только я и не поступала на бухгалтера Я с детства мечтала быть архитектором, поэтому документы подала не только на экономический факультет, но и на архитектурный факультет Но завалила творческий конкурс Рисунок Ну что, у тебя есть какой-нибудь компромат на Глеба? Да если бы Всё просто идеально Глеб приумен 27 лет, закончил наш архитектурный институт Сейчас очень известный и востребованный дизайнер Кстати, увлекается живописью и неплохо продаётся Слушай, ну если я не ошибаюсь, дизайнер в тренде должен зарабатывать немало Вот я тебе о том же Для него сто тысяч это не деньги Он за неделю может больше заработать безо всякого криминала А как тебе такой вариант? Один устроил погром, а другой стащил деньги Глеб, например, мог устроить погром? Владим, ну в принципе мог, хотя, честно говоря, я не вижу мотива Хотя этих творческих не поймёшь Может быть это какой-нибудь перформанс Ну, точнее тогда инсталляция Да уж Следов взлома нет Похоже, что дверь открывали родными ключами Да, ты говорила, у тебя чужой ноутбук пропал Это чей был ноутбук? Колин, он его забыл, когда уходил после нашей ссоры А когда вы поссорились? Три дня назад А у Коли ключи от квартиры были? Да, конечно, он же здесь достаточно долго жил Ой, точно, он их не вернул Значит, это всё Коля? Вот гад! Разберёмся Показывай, что там у тебя Ой, там такой бардак, я же ещё не прибиралась Ну, это хорошо Игорь Петрович А вы можете здесь камеру поставить? Ну, чтобы я у вас как бы под присмотром была А то мне теперь очень страшно здесь одной быть Мало ли что ещё может в голову прийти этому гаду Мысль хорошая, сделаем О, спасибо Что у тебя по этому студенту? Так, б-б-б-б-б-б Николай Злобин, девятнадцать лет Родом из того же райцентра, что и Таня Правда, в город он приехал на год раньше Па-па-па-па-па Сейчас учится на бюджетном По направлению от механического завода Не служил, не привлекался Так, да в принципе ничего особенного Кроме яркой внешности Ой, Дима, внешность к делу не пришьёшь А родители, братья, сёстры? Отец инвалид, мама работает, нянечка в детском садике Есть ещё сестра у него Зовут Оле, десять лет Вот, а вот это уже кое-что Семья небогатая, значит Для Коли сто тысяч вполне себе деньги Красота, ничего не скажешь Кто-то явно хотел на тебя произвести впечатление Слушай, ты кроме Коли Ни с кем больше не ссорилась? Нет, 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 честное слово У меня со всеми нормальные отношения И на работе, и с соседями Ну ладно, это всё-то стирается Не беда А с Колей из-за чего поссорилась? Ой Ну, я вот вам про Глеба рассказывала, да? Который из дизайн-студии Он меня рисовать учил Ну да, помню Ну вот Он учил меня, учил А потом так получилось В общем, я сама не знаю как Но я с ним в постели оказалась Всё, Глеб, хватит И вообще Собирайся, да? Тебе уже пора Скоро Коля уже вернётся Да погоди, не кипятись Ну, во-первых, он так рано никогда не приходит А во-вторых, Танюш Да бросай ты уже этого юнца Ты достойна большего Большего это тебя, что ли? Вот спасибо Ты думаешь, я не знаю, что ты переспал со всеми девчонками в нашей студии? И я, дура, тоже попалась Давай-ка убирайся, а? Убирайся, давай, собирайся И не думай, что это когда-нибудь ещё повторится Да ладно, ладно, что ли, кипятись Моё же дело предложить Всё, успокойся Я так и знал Коля, Коля, подожди, 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 подожди Это всё из-за тебя Ну, гомонись Ты мне всю жизнь испортил Тихо, Таня Да я Колю люблю Таня, тихо А он меня теперь никогда не простит Тихо Всё в порядке Захочешь, вернётся твой Коля Но вот нужно ли тебе это? Проваривай, я тебя видеть не хочу больше Хорошо, хорошо В детективное агентство обратилась Татьяна Берестова Пока Таня была на работе, кто-то проник в квартиру И устроил там погром А кроме того, украл ноутбук и 100 тысяч рублей Под подозрение детективов попадают двое знакомых Татьяны Её парень Николай Злобин и дизайнер Глеб Рюмин Вообще-то я сама во всём виновата Я хотела с Колей помириться, но только чуть позже, когда он успокоится Но теперь, я даже не знаю Если вот это он, то пусть уходит Но только сначала деньги вернёт Ну не факт ещё, что деньги Коля взял А кто? Только он знал, куда я прячу деньги И где ж ты их прятала? Вот тут, смотрите Вот тут между бельём на полке они были Таня, первое, куда лезут воры, это бельё Да, правда, а я и не знала Это вор всё разбросал? А, нет, это здесь всё в порядке было Это я сбросила, пока деньги искала Понятно Вспомни, Татьяна В какой временной промежуток ты отсутствовала? Ну, ты вспоминать даже нечего На работу я ушла в половине девятого А вернулась, ну, в пять с копейками Вообще-то мы до шести работаем Но в этот день я на объекте была Поэтому чуть раньше домой вернулась Значит, будем считать, что отсутствовала ты С восьми тридцати до семнадцати Пятнадцати Ну, да, 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 правильно Ну, что заскучали-то? Да ничего существенного не нашли Ну, правда, у Коли мог быть мотив Как выясняется, у Глеба тоже Только я не верю, что весь этот погром устроили ребята Ну, как-то одежду полить супом Это не по-мужски А вы что-нибудь обнаружили? Да практически ничего Свежие отпечатки принадлежат только Татьяне Ну, даже если там и будут отпечатки Глеба и Николая ничего не доказывают Они бывали в квартире Ну, и что? С Колей будем разговаривать? Давайте для начала кино посмотрим Я разобил запись С камеры над подъездом Татьяны Дим, там, правда, целых девять часов Поэтому давай-ка на ускоренной Так, стоп Вот Татьяна пошла на работу Давай засекай время Ну, все, дальше Татьяна уже вернулась с работы Ну, вы кого-нибудь узнали? Ну, что Глеба, Николая Получается, они вдвоем приходили к Татьяне Я считаю, что Николай украл деньги А Глеб учинил погром Ну, Дима, нравится мне твоя уверенность, а? Значит так Сделайте скриншоты Распечатайте фотографии Пока ты там на работе Надо ей показать Может, она кого-то еще узнает Хорошо Так, ну, этот парень живет этажом выше Этот Ну, Глеба вы знаете Это соседка из семнадцатой квартиры Эту девушку я не знаю Но здесь она точно не живет Так, ну, это Коля Ой, это... Кто? Это же дочь моей квартирной хозяйки Мария Странно Зачем она сюда пришла? Ой, а может, с Тамарой Степаной Со всем все плохо Ну, почему она тогда тебе не позвонила? Ну, потому что у нее нет моего телефона Я же по всем вопросам с хозяйкой общаюсь Адрес ее знаешь? Да, конечно Они же вместе живут Я туда каждый месяц деньги приношу Сейчас я тебе на телефон скину Давай, скидывай, я пока Игорю Петровичу позвоню Алло, Игорь Петрович Ну, у нас осталась только одна темная лошадка О которой мы ничего не знаем Это молодая девушка Ну, вы же понимаете, она может быть кем угодно И даже вообще не имеет никакого отношения к нашему делу Может быть, ты и права Но личность ее нужно установить Ладно, я поговорю с Марией Дима пусть отправляется к Глебу А ты займись Николаем Пока что он главный подозреваемый А как я его найду? Таня сказала, что он от нее ушел А куда, она не знает Ну, съездил в студенческое общежитие До того, как Татьяне перебраться Николай там жил Я думаю, туда же и вернулся Во всяком случае, там о нем должны что-то знать Все, давай Все, поняла Здрасте, Марья Ивановна Здрасте А вы меня откуда знаете? Так все по долгу службы Детектив Лукин И зачем я вам? Живу тихо и ничего не нарушаю А то, что без работы я давно Так это, не берет никто Как узнать мой возраст? Сразу до свидания Марья Ивановна Я, конечно, вам очень сочувствую Но я совершенно по другому вопросу Скажите, вы сегодня утром приходили в квартиру Которую сдает ваша мама? Ну да, приходила С кварталой поторопить Мать-то у меня в больнице Лекарства ей нужны Питание, а у меня денег нет Ну, куда ей покупать-то? У самого на жизнь не хватает Только я в квартиру не попала Жилищики дома не было Ну а вот что, разве ключей и запасных нет? Представьте себе, нету Мать этими делами сама занимается Мне не доверяет А где она прячет запасные ключи, не знаю Искала, не нашла Да если бы нашла Чего я в квартиру без спроса полезла бы Там человек живет Мало ли, что потом скажет Нет, ну это правильно, конечно А почему мама вам не доверяет? Ну это вы у нее сама спросите А мне вообще малек С приветом Ну правда, быстро спросить не получится Ну а в реанимации Даже меня врачи не пускают Помощница не нашла Николая Злобина В студенческом общежитии Но ей удалось выяснить его новый адрес Только быстро, а то у меня курсовик горит Чуешь дым? Ну если горит, тогда буду краткой Зачем ты сегодня утром приходил в квартиру Тани Берестовой? Ноутбук свой забрал А ты откуда знаешь? Да так, работаем А ты ничего подозрительного у нее в квартире не замечал? Ну может быть какой-нибудь беспорядок? Да нет, ничего особенного У Таньки вечно вещи по всей квартире разбросаны А что случилось-то? Деньги у нее пропали Сто тысяч Сто тысяч? Угу Откуда у нее столько? Погоди, ты меня подозреваешь? Я не вор Я только свой ноут забрал Ну еще кусок пиццы на кухне взял Ну про деньги я ничего не знал Помощник детектива Дмитрий Встретился с Глебом Рюмином Неподалеку от дизайн-студии Ну да, спал и с Таней Что дальше? Ну зачем к ней вчера приходил? Что в квартире делал? Ничего в квартире не делал Никого не было в квартире Я немного у двери постоял и ушел А зачем приходил? Да просто так приходил Поговорить хотел Ты видишь, она же считает, что Я к ней просто так клеюсь Ну ради Ну ты понял Она мне правда очень нравится На работе ее не было На звонки не отвечала Вот я и подумал, что она дома Кстати, пока не забыл И ключики-то верни Не вопрос Мне они без надобности Так, а это еще кто? Ну я... Лека, ты чего? Ты с ума сошла? Только я тебя от одной отвадила Ты тут же другую притащил Да еще и в мою квартиру Да успокойся ты, психопатка Это частный детектив Ага А я тогда английская королева Не веришь? Можешь у него удостоверение посмотреть Ты лучше скажи Ты ключи от тайной квартиры не видела? Найти не могу Ты что, опять к ней собрался? Ну и убирайся Я не держу Видеть тебя больше не могу Чтоб через полчаса Духу твоего здесь не было Подожди, это что, ее квартира? Лена? Это ты... К ней от Тани ушел? Мы же с ней еще дома были Типа жениха-невеста Но когда Танька меня с этим козлом изменила Я к Ленке вернулся Она, конечно, повернута на почве ревности Но все лучше, чем в общаге жить Все с тобой понятно Лен, ну не плачь Опять ты Чего надо? Лен, ну я правда помощница частного детектива Мы расследуем дело о краже в квартире Тани Берестовой На, посмотри, если не веришь Ну, допустим, а я-то здесь при чем? Много украли? Сто тысяч Порядочно Да уж Лен, скажи, а ты с Колей давно знакома? С прошлого года Мы тогда оба на бюджет поступили Попали в одну группу Он мне сразу понравился Через месяц мы уже гуляли Через два он ко мне переехал А потом это его землячка появилась Вертихвостка И он ушел к ней? Да А три дня назад вернулся Прощения просил Говорил, что все понял Что любит А я и простила Дура Ну почему же дур-то? Я же тебе говорю Я к нему вообще никакого отношения не имею Ты, может, и не имеешь А Танька Коля сразу как пришел Сказал мне, что ноут у нее забыл А там курсовик, который скоро сдавать Я не хотела, чтобы он к ней ходил Ну, забрала бы сама Я ей предлагала А Коля не разрешила Типа не хватало, чтобы вы еще там передрались из-за меня Ну вот А вчера утром он ушел в институт Типа с научным руководителем поговорить по курсовой А на самом деле пошел к ней за ноутбуком? Да Ленок, привет! Ты где был? В институте, конечно Зачем ты мне врешь? А ноут откуда? От верблюда Ты ведь мне обещал Ты снова к ней ходил? Да, ходил Мне ноут надо было забрать Но я специально пошел, когда Таня была на работе А как же ты в квартиру попал? А вот как Ты что, даже ключи не вернул? Успею еще Хочешь попробовать? Танька делает пиццу лучше, чем в пиццерии Учись Не ходишь, как ходишь Я буду тогда курсовой делать, не мешай мне В детективное агентство обратилась Татьяна Берестова Неизвестный злоумышленник устроил в ее съемной квартире погром А еще украл ноутбук ее бывшего парня Коли и 100 тысяч рублей В ходе расследования детективы выясняют Что ноутбук забрал сам Николай, у которого были ключи от квартиры А погром устроила его новая девушка Лена Из ревности Но и Николай, и Лена утверждают, что денег не брали И даже не знали об их существовании Значит, получается, погром ты устроила Не, с супом ты, конечно, красиво придумала Молодец Глупо, конечно Но я ее разорвать была готова Когда оказалось, что в квартире и правда никого нет Надо было как-то выплеснуть негатив Но денег я не брала Ладно, ключи у тебя Да Вот, возьми Ну что ж, погромочка мы нашли Нам не Лену жалко Может быть, нам как-нибудь удастся замять этот погром? Может и удастся, тем более, что Татьяна в полицию не обращалась Правда, только в том случае, если Лена не брала деньги А вопрос остается открытым Да и денег мы не нашли Лично я уверен, что Глеб не при делах Ну, во-первых, у него не было доступа к ключам Во-вторых, он ничего не знал про деньги Ну, и в-третьих И это самое главное Сто тысяч для Глеба не такая крупная сумма, чтобы поднимать статью Ну, Лена и Коля тоже ничего о деньгах не знали По крайней мере, они так говорят Зато про деньги могла знать Дочь квартирной хозяйки Мария Ивановна А у хозяйки наверняка есть ключи от квартиры Правда, Мария говорит, что Мать пока в реанимации К ней никого не пускают Ну, так это легко проверить Детектив выяснил, что квартирную хозяйку Перевели из реанимации еще накануне Сразу после посещения Тамары Степановны Детектив позвонил Тане Алло, Татьяна, это Лукин беспокоит Подумайте, пожалуйста Мария могла знать, что у вас есть сто тысяч? Ну, насчет сто тысяч я не уверена Но, вообще-то, она поняла, что я принесла деньги за квартиру Она спросила, зачем я пришла Типа, если деньги отдать То можешь мне А я сказала, что я лучше сама в больницу отвезу А почему так сказали? Почему не отдали деньги? Ну, потому что мне хозяйка сказала Марии деньги не давать Даже по мелочи Мне кажется, у нее это С алкоголем проблемы Наверное, поэтому Хорошо, я все понял Спасибо, будем на связи Да, Игорь Петрович Ань, я поговорил с хозяйкой квартиры Она не знает, были ли у ее дочери ключи от съемной квартиры Как это? Ну, Тамара Степановна говорит, что ключи дома прятала Но ведь Мария могла и найти их А поскольку мы знаем, что у Марии проблемы с алкоголем То... Тогда мы получаем полноценного подозреваемого Совершенно верно Нужно установить наблюдение за Марией Ивановной Поэтому встречаемся возле ее дома Детективы уже несколько часов наблюдали за домом Марии Вот так жизнь не проходит Сидишь, сидишь, ждешь А уже темнеет скоро Зимней, давай Не, ну а если это Мария Ивановна не выйдет сегодня, что? Значит, продолжим наблюдение завтра А чем это мы так увлечены? А я наблюдаю за съемной квартирой А что за ней наблюдать-то? Деньги украдены, что там может произойти? Вот, например, сейчас в гости к Тане Глеб пришел Ой, и так жалко, что камера только в прихожей Ты в своем репертуаре, Дим Смотрите Ну и зачем ты пришел? Я тебе все сказала Я, собственно, на минуту Мне этот Дмитрий рассказал, что у тебя произошло И что дальше? Ну, собственно... Вот Тут ровно сто тысяч Зачем? Мне не надо Да бери, бери, потом вернешь Никаких обязательств Ну, захочешь, потом отдашь мне Для меня это вообще не критично Ну вот, теперь мы точно знаем, что Глеб денег не брал Я сразу сказал, что он не виноват Ну, если только... Что? Если только он не вернул Татьяне ее собственные деньги Он же понял, что мы начали расследование Давайте я проверю Сейчас Алло Алло, Тань, привет А скажи, пожалуйста, у тебя сто тысяч были какими купюрами? Ну, тысячными, а что? А, понятно Да нет, ничего, я так просто интересуюсь Ну, ладно, все, пока О, наконец, Марья Ивановна вышла Ай, давай за ней Хорошо Ну, что там? Она сходила в магазин Купила две бутылки коньяка Закуски к нему И, кстати говоря, расплачивалась с тысячными купюрами Я все засняла на видео Береги мне это видео Пора уже с этой Марьей Ивановной по душам поговорить Уже? Гуляем, Марья Ивановна А на какие шиши гуляем? А кто это гуляет? Тоже на культурное Вот колбаска, сырочек, угощайтесь Спасибо, как-то не хочется Вы думаете, если бутылки с коньяком от меня спрятали, я их не найду? Какой коньяк? Вы что ко мне прицепились? Ничего не понимаю Марья Ивановна, у меня есть запись На которой четко видно, что в магазине вы купили две бутылки, две дорогого коньяка Ну и что? Я что, должна по вашему всю жизнь водку одну жрать? Вообще, может, коньяк больше люблю Запрещено? Нет, не запрещено, мне просто интересно На какие деньги вы его купили? Еще недавно вы мне говорили, что у вас нет денег даже, чтобы сока матери в больницу купить Ну так и не было тогда У соседки за него У соседки? А у какой соседки? Пойдемте спросим, в какой квартире она живет? Ну, что ты ко мне прицепился, как баня весь? Ну, может, я тысячу на дороге нашла? Нашли вы больше, чем тысячу Только не на дороге, а в шкафу А где вы взяли ключи от квартиры? Нет, не ключей Мать их прячет Правильно Она их прячет в коробке, в обувном шкафу, в прихожей Мне Тамара Степановна рассказала Я посмотрел, ключей в коробке нет, значит, вы их взяли Ну и взяла И что? Да это вообще моя квартира Отец ее мне завещал Мало того, что мать не отпустила одну жизнь Так еще сдавать начала Нормально Это справедливо по-вашему? По-вашему, это несправедливо Мать просто думает, что оставшись одна, вы сопьетесь И что? Может, я из-за нее пью? Да она мне всю жизнь испортила Ну, в этом вопросе не мне разбираться Значит, в квартире вы были И деньги вы украли Ничего я не крыла Квартира моя? Значит, все, что в квартире, тоже мое Вот пришла с утра пораньше, открыла Бельевой шкаф нашла и взяла Понятно? А что? Имею полное право Квартира моя, все равно эти деньги были Для кого предназначены? Для матери А вас сумма не смутила? Ну, я вообще-то на 20 рассчитывала Ну, видела, что больше, что и ломать, наверное, вперед договорилась Да, так оно и было Так что деньги придется вернуть Я думаю, вы не все потратили Где вы их прячете? Вы хоть знаете, на что понадобились вашей матери деньги? Понимаете, не имею Может, телевизор новый купить хотела? Ошибаетесь, Марья Ивановна Очень даже вас это касается Потому что ваша мама на эти самые деньги Хотела положить вас в платную клинику Где лечат алкогольную зависимость Получается, что вы эти деньги украли Сами у себя Татьяна отказалась писать заявление в полицию Деньги за исключением потраченных Марией Ей вернули И она расплатилась ими за квартиру Детектив Лукин Помог устроить Марию в наркологическую клинику Пятый канал представляет Здравствуйте Это же детективное агентство Да, это киноагентство Я честно, таких меня Алексея зовут Это мои помощники Проходи Присаживайся Что случилось? Меня зовут Алена Семенова У меня к вам дело Но только я боюсь, что вы мне не поверите Вот она, ведьма Навела порчину моего отчима Вы, наверное, думаете, что я дура, да? Она придумывала себе всякой ерунды Я ничего такого не думаю Я просто не знаю, куда мне еще пойти Она увела у мамы Андрея Это женщина Она его загипнотизировала Ну вот, наконец-то ситуация начинает проясняться Ты давай успокойся Рассказывай все по порядку Кто эта женщина на фотографии? Ее зовут Инга Успехова Ну, фамилия-то точно не настоящая Она типа коуч Тренер личностного роста Или что-то в этом духе Андрей мой отчим Он от своей фирмы к ней ходил А потом вдруг сказал, что бросает маму ради этой Инги Так, подожди А при чем здесь гипноз? Вы не понимаете У мамы с Андреем была любовь с первого взгляда и на всю жизнь Он не мог сам уйти Это Инга с ним что-то сделала И на тренингах своих она народ обрабатывает Она точно использует какое-то НЛП Ну, подожди, подожди Но ведь Андрей на самом деле мог просто влюбиться Такое в жизни бывает Нет, только не с ним и мамой Я на форумах читала, что при помощи НЛП Можно установки всякие человеку давать А Инга-то не зря на Андрея позарилась Он же зарабатывает хорошо Она его использует Мы, конечно, можем попробовать разобраться Этой ситуацией Но ты должна понимать Что у взрослых людей такое иногда бывает Мужчина может уйти к другой женщине Я умоляю вас Поверьте мне Помогите Эта женщина она нам с мамой всю жизнь сломала Ладно, я понял Мы попробуем собрать информацию на эту колдунью, как ты говоришь Детектив Насонов отправил своего помощника Дмитрия Посетить тренинг Инги И по возможности побеседовать с ней Инга, простите, можно вас на минуту? Я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваш тренинг Это просто гениально Я узнал столько полезной информации для себя Она просто бомба Спасибо, спасибо Но это была только вводная лекция А если вы хотите получше себя узнать Нужно прийти на индивидуальные занятия Индивидуальные Хорошо, а поподробнее вы могли бы рассказать о них? Конечно На индивидуальных занятиях вы сможете глубже проникнуть в атмосферу формирования окружающей среды таким образом, чтобы движение к цели приносило удовольствие Здравствуйте Я сейчас очень занята Все подробности у администратора Василия Я буду очень рада видеть вас на индивидуальных занятиях Хорошо Спасибо Послушайте, я заждался Я стою того, чтобы ждать Добрый день Инга мне сказала, что у вас можно оформить персональный тренинг Да, конечно, проходите, садитесь Сейчас посмотрим, есть ли у нас свободное время У Инги просто очень плотный график Да, я понимаю, конечно Одна сегодня очень впечатлила меня своим выступлением Мне кажется, что она может изменить мою жизнь Да, вы знаете Инга многие жизни изменила в лучшую сторону Так Простите Но весь месяц расписан Да Послушайте, а там ничего нельзя сделать Просто поймите, у меня очень сложная ситуация Мне нужно срочно Я готов доплатить Ну что ж Если у вас такое уж срочное дело Тогда я постараюсь выкрыть вам окно Очень, очень срочно На сайте Инги куча разных дипломов с курсов и практик Создают впечатление, что она и правда очень серьезный специалист Но надо выяснить, невидимость ли это И имеют ли какую-то ценность эти дипломы на самом деле Ну, Алексей Викторович, ну здесь такие громкие названия этих учреждений Ну ты же понимаешь, что название легко придумать А вот выяснить, есть ли такое учреждение на самом деле Имеет ли оно право вести образовательную деятельность и давать сертификаты Это же совсем другое Ладно, придется проверить в интернете на подлинность эти дипломы Да, Лен Алексей Викторович Я только что был на тренинге С Ингой мне пообщаться не удалось Она очень занята Но я вот что подумал Может быть, вы мне разрешите записаться к ней на индивидуальное занятие? Да, конечно, давай Как у тебя впечатление? Ну что, в принципе, слушать ее очень интересно Мне кажется, что Инга очень грамотный, сильный коуч Она все раскладывает по своим местам и мотивирует к дальнейшему продвижению То есть ты считаешь, что она на самом деле очень серьезный, сильный специалист? Да, несомненно Давайте тогда я к ней запишусь на индивидуальное занятие Потом приеду в офис и все вам подробно расскажу Да, давай, договорились Хорошо Проверила я дипломы Инги Все это абсолютно липа Единственный подлинный диплом это детского психолога нашего прединститута Ну, там образование платное, так что его может получить любой, у кого есть деньги А все остальное просто красивая вывеска? Да, совершенно верно Ну, понятно Ну что, хочу сказать, что Инга пользуется огромной популярностью и неспроста Что ты имеешь в виду? Ну, после тренинга я сделал для себя выводы, что методы нашей работы давно уже устарели И пора переходить на более современную форму Это тебе на тренинге рассказали? Не, серьезно Нужно сделать бизнес-модель, просчитать все риски Ну и все будет по плану Быстро эти там мозги промыли А вот мне кажется, что Инга шарлатанка, хотя берет за свои услуги вполне серьезные деньги Да? Странно, мне так не показалось Да и клиентура у нее ого-го, люди все непростые А на индивидуальной консультации у нее на месяц все расписано Не, ну я, конечно, записался с администратором, договорился, да Во сколько у тебя занятия? В 18.30 Ну, мы тебя здесь подождем, посмотрим, что скажешь после индивидуального занятия Закройте глаза Расслабьтесь Представьте зеленый треугольник Это ваша цель Зеленый цвет благополучия и богатства А треугольник? А треугольник это вы Ваше желание Ваши способности Сконцентрируйтесь на нем А теперь попробуйте соединить углы треугольника так, чтобы получился круг Сосредоточьтесь на нем Думайте о том, что вы хотите получить Я вас оставлю наедине на пять минут Вам нужно побыть с собой Ты подождать не мог? У меня клиент Это срочно Приходил человек из комитета по лицензированию Обвиняет тебя, что ты работаешь без лицензии Какой еще лицензии? На образовательную деятельность Что за бред? Мы уже разбирались с этим Бред-то бред Но на нос, похоже, опять настучали Сначала СС, потом пожарные Теперь лицензию им подавай Все бабла хотят, сволочи Присосались, как пиявки Мы так скоро в убытке уйдем Послушай, я сегодня этот разговор замял Но мне пришлось залезть в кассу Но ты не переживай Я там все записал Ладно Спасибо, что разобрался К детективам обратилась Алина Семенова Она уверена, что ее отчима Андрея Кравцова Увела из семьи при помощи гипноза Бизнес-коуч Инга Успехова Детективы выяснили, что Инга Скорее всего шарлатанка Поскольку работает Даже не имея образовательной лицензии Представляете, оказывается у Инги проблемы И бизнес ее могут прикрыть На нее наезжают разные инспекции Пожарники, СС Ну и так далее Ну а что ты думаешь по поводу ее способности к НВП? Слушайте, ну если честно, я ожидал больше Обычная лапша, которую вешают на уши из разряда Представьте себе зеленый треугольник Ну и так далее Ну почему-то я так и думала Но каким-то даром убеждения она точно обладает Ну таким даром обладают многие люди Это еще не значит, что они какие-то волшебники Или экстрасенсы Способные влюбить себя в другого человека Мне кажется, что Алине пора узнать правду Ну отчим я просто влюбился Никакой мистики здесь нет Ну да, вполне возможно Дамочка она эффектная Алло, Алина, это Алексей Пожалуйста, срочно приезжайте Случилось ужасное Что-то у нее там случилось Я к ней На, выбей, Биолет Ты должна быть сильной Ты нужна своей матери Ее нужен Андрей, а не я Андрей полюбил другую Здесь нет никакого НЛП, гипноза, заговора Эту жизнь, ее надо принять Такое, как она есть А это что? Тоже жизнь, да? А кто это рядом с Ингой? Я не знаю Какой-то мужик, наверное Как и мой отчим из ее клиентов Я эти фотографии на его странице нашла Послушай, Алина Инга взрослая женщина У нее мог быть какой-то роман до этого Она имеет на это право И твой отчим уже тоже взрослый человек Он разберется, с кем ему встречаться Эти фотографии ничего не меняют Уходите Вы такой же, как все Я сама во всем разберусь Ты только глупости не наделай Убирайтесь! Я отказываюсь от ваших услуг Насонов ушел от Алины с тяжелым сердцем Ее дело не выходило у него из головы Вчера около двадцати трех часов Было совершено нападение На неизвестный Волч-тренера Ингу Успехов Женщине нанесли Несколько ножевых ранений В результате которых Она скончалась Просьба всем Кто что-либо видел Или знает по этому делу Позвонить по следующим номерам Телефон Доброе утро, Алексей Викторович Доброе Доброе утро Я только что по радио услышал Инга убита Несколько ножевых ранений То есть все-таки утренни добрые Алина вчера меня даже слушать не стала Выгнала из дома Говорила, что решит все проблемы с Ингой сама Наверное, не стоило ее одну оставлять Вы думаете, это сделала Алина? Да все, может быть Она была просто в отчаянии И причиной всех проблем Видела Ингу Да Да, я сейчас подъеду Алина? Угу Просит нашей помощи Спасибо, что приехали Мне больше не к кому обратиться И извините за вчерашнее Да все забудь Всю ночь в полиции допрашивали Они думают, что это я убила Ингу Только утром отпустили Почему они думают, что это ты? Потому что я дура Ну, за это не судят Давай серьезно Вчера, после того, как я вас выгнала Я пришла на семинар к ней К Инге Наговорила ей при всех Кучу всего Ты угрожала ей? Если честно, да Я не серьезно Я же в сердцах это Ну, из-за мамы Но в полиции мне не верят И алиби у меня нет Да все, все Успокойся Я думаю, что ты пока свидетель Ничего страшного Вы думаете? Ну, конечно И если что, я помогу тебе Мама как? Врачи сказали, ей уже лучше Мне с ней обязательно надо поговорить Ну, только про Ингу ей не рассказывайте Ей так нелегко А если она решит, что это я убила Да, конечно Договорились, обещаю Алексей Насонов посетил в больнице Маму Алины, Валентину Кравцову Вам врачи-то ходить уже разрешили? Да Мне уже даже сказали, что могут скоро выписать Алинка вовремя вернулась Вовремя врача вызвала Мне так стыдно перед дочкой Что я пришлось пройти через все это Ну, а дочери вам надо было раньше подумать? Когда вы решили свести счеты жизни? Да я все понимаю А я не могу без него Я без него дышать не могу Я без него жить не могу Я смотрю по сторонам и не понимаю Что я тут делаю? Без него Вы с Андреем уже разговаривали? Да Он сказал, что Больше не любит меня Что любит Ей и ее Что тут поделаешь? Ну, а вот Алина, ваша дочь считает Что это не просто любовь Да, Алинка Алинка глупая девочка Она ничего не понимает Да, Алина у вас замечательная дочь Вас очень любит И вы ей нужны Да, я теперь это все поняла Ладно, вы поправляйтесь И берегите себя И Алину тоже До свидания Но ситуация приняла совершенно другой оборот Алину подозревает в убийстве Инги А девочка клянется, что ни в чем не виновата Я предположил, что Валентина, мать Алины Имитировала самоубийство Чтобы обеспечить себе алиби Но это не так? В общем, Валентина весь вечер и всю ночь провела в реанимации И выбраться оттуда не могла А вот Алина устроила скандал в офисе Инги Поэтому ее и подозревают Ну, а нам что делать? Надо выяснить, кто желал зла Инги Ее бизнес собирались прикрыть Кто-то писал жалобы в надзорные органы Надо узнать, кто это делал Понял Да, и передай Ане, чтобы она съездила в офис к Инге Там надо пообщаться с администратором Василием Ты с ним уже разговаривал? Он, скорее всего, тебя запомнил Его важно не спугнуть Поэтому пусть с ним пообщается Аня А я еду на встречу с Андреем Это отчим Алины Потом вам перезвоню Детектив Насонов встретился с Андреем Кравцовым В квартире Инги Куда Андрей недавно переехал Мы только съехались Я еще не все свои вещи успел перевести А теперь все так Сочувствую Инга Она удивительная Я влюбился в нее сразу и навсегда Какое короткое навсегда получилось Скажите, а вы в курсе Как развивалась карьера Инги? У меня просто есть информация Что у нее в бизнесе были проблемы Да, это уже не важно Но она собиралась закончить Свою деятельность коуча И переключиться на семью Я достаточно зарабатываю Чтобы содержать нас обоих Значит, проблемы были? Ну Кое-то проверки у нее Бывало, она жаловалась Что эмоциональные вложения Превышают доход Я ей предложил, чтобы она все бросила Но ей надо было довести курс Она не могла просто так Оставить своих клиентов Скажите, а вы в курсе Что убийство Инги Могут подозревать Алину? Да Она пришла вчера на вечерний семинар к Инге И устроила безобразную сцену Угрожала А потом после семинара На Ингу кто-то напал Но я не верю, что Алина Способна на такое Понимаете? Это невозможно Вы Алину-то вообще хорошо знаете? Да я воспитывал ее Как отец с десяти лет И думаю, что знаю достаточно Чтобы с уверенностью сказать Алина не убийца Понимаете? Она эмоциональный ребенок Я виноват перед ней И перед ее матерью Но я не мог иначе поступить Понимаете? Я не мог иначе Мы закрыты Здравствуйте Послушайте Мы закрыты Я помощница частного детектива Я бы хотела вам задать пару вопросов О бизнесе Инги Успеховой Инга умерла И ее убили Что вам еще нужно? Мы просто слышали Что в последнее время Ее замучили проверками Инга умерла Ее больше нет Бизнес закрыт И вам здесь больше делать нечего И никому здесь делать больше нечего До свидания Хорошо Простите Алло Алексей Викторович Вам нужно срочно приехать Да-да Я скоро буду Извините Вы позволите? Да, конечно А кто это? Это Один из Бывших клиентов Инги А что? Ну такую же фотографию Мне показала Алина Когда пыталась доказать Что Инга вас просто использует Да, она мне тоже показывала Раскопала где-то в интернете Мол Это доказательство того Что Инга меня Приворожила А сама по другим мужикам бегала Да смешно Вы не поверили про мужчину Инге? Послушайте Мне все равно, что было в прошлом До меня Понимаете? Инга взрослая женщина Со своим прошлым И мне незачем там ковыряться У меня тоже была жена и патчрица Что же меня теперь обвинять за это? Ну да Да, я понимаю А Алина просто ребенок И она еще Не понимает, что Что в жизни Так бывает И в этом никто не виноват Да, я понял До свидания Всего доброго Алексей Викторович Я обзвонил Синодзорные органы И никто из них Про офис Инги Успехов Ничего не слышал И уж тем более Туда не отправляли Никаких проверок Я что-то не очень понимаю Что происходит Ну, рискну предположить Что Василий Врал Инге О визитах из органов Преследуя какие-то Свои цели Ну, скоро мы это выясним Я как раз туда еду К детективам Обратилась Алина Семенова Она уверена Что ее отчима Андрея Обманом увела Из семьи Инга Успехова Пока детективы Занимались сбором информации Мать Алины, Валентина Пыталась покончить с собой А девушка пришла К Инге на работу И устроила громкий скандал Этим же вечером Ингу кто-то убил Ударив несколько раз Ножом в грудь Добрый день Я сейчас на детектив Хотел бы с вами поговорить Вы за мной следите С какой статьей Должен с вами разговаривать Я все рассказал Вашей сотруднице Какой сотруднице Вот этой Так вы ей ничего не сказали Вы просто выгнали меня Из кабинета И забрали оттуда все деньги Да что за бред Я сама видела С собственными глазами Простите, а что у вас в сумке? Это не ваше дело Постойте Не хотите разговаривать со мной Я позвоню сейчас в полицию Они опечатали кабинет Инги Они просто не знали Что деньги хранятся в другом месте И потом Вы же все время обманывали Ингу Вы говорили Что платите взятки надзорным органам А деньги эти присваивали себе Вам не кажется Что это статья 159 Уголовного кодекса? Послушайте Я уже все рассказал полиции Всю ночь меня допрашивали Это наши общие деньги До свидания Инга бизнес собиралась закрывать Вы бы тогда всего лишились А так вы решили ее убить И забрать все Что она заработала Да вы что? Я ее не убивал Ну так что поговорим Или полицию вызвать? Поговорим Я выплачиваю кредит Денег постоянно не хватает Я работал с Ингой за проценты Иногда денег хватало На оплату кредита Иногда нет Приходилось как-то вертеться Вот я и придумал эту схему С проверками Да что ж у вас за кредит за такой? Валютный к сожалению Инга умерла И последний сбор ей сейчас ни к чему Вот я и забрал деньги Послушайте Я ее партнер Я ничего не нарушил А где вы были вчера после тренинга? В офисе Сводил дебет с кредитом Денег опять не хватает Вот и ломал голову Где взять? А кто-то может это подтвердить? Вы можете проверить Камеру в нашем офисе Их там куча Я вышел поздно ночью Я конечно проверю Скажите А в последнее время Инге никто не угрожал? Ну личностная, публичная Вы должны были знать Ну На наш общий имейл приходили письма В том числе и с угрозами Но кто обращает внимание на хейтерство в интернете? Инга была очень популярна У нее была куча поклонников Ну и Конкурентов тоже Я могу посмотреть эти письма? Да, конечно Здесь вся документация по нашей с Ингой деятельности Но поверьте, я ее не убивал Дим, я тебе сейчас на почту переправлю документы Это касается бизнеса Инги Ты быстро посмотри их И если что, позвони мне Давай, отправляю Алексей Викторович Я проверил списки участников семинаров Инги Успеховой И оказывается, что во всех списках присутствует некий Власов И То есть получается, что он регулярно, два раза на неделю посещал ее тренинги Плюс индивидуальные занятия А месяц назад она почему-то перестала его принимать Я понял, тебя сейчас выяснил А вы не знаете, кто такой Власов И? Илья Власов Ну, один из клиентов Инги А почему Инга перестала принимать его индивидуально? Наверное, просто время было забито другими клиентами Но у них с Ингой не было никаких конфликтов Вы видели Ингу У нее с клиентами никогда не было конфликтов Особенно с клиентами мужского пола Это радно слышать Только кто тогда ее убил Послушайте, я надеюсь, полиция в этом разберется Я могу уже идти? Да, конечно Спасибо за помощь Спасибо вам Алексей Викторович Я изучил бухгалтерский отчет Инги Василию было невыгодно ее убивать С ее смерти он все потерял А получил только последний сбор Да там, похоже, вообще вся клиентура держалась Только на харизме Инги Все ее любили Однако, кто-то достаточно сильно ненавидел Я посмотрела данные на Илью Власова Оказывается, у него ничего нет Ни работы, ни машины Ни недвижимости в собственности И давно такая ситуация? Ну, квартиру он продал два месяца назад Еще на его имя было зарегистрировано несколько фирм Но они тоже обанкротились Постойте, а может быть, это Инга помогала ему организовывать бизнес? Да вот так вот неудачно Не, Алексей Викторович, мне кажется, почему-то что Инга здесь ни при чем Но у нее в приоритете, чтобы ее ученики поднимались Это же ходячая реклама А у этого Ильи есть страница в соцсетях? Нет, он ее удалил, но я нашла фотографию Вот, посмотрите Постойте-ка Это ведь тот самый мужчина, который на фотографиях целуется с Ингой А ты говорил, что Власов не пропустил ни одного семинара Инги? Ну да Тогда есть идея, как с ним познакомиться Детективы с помощью Василия разослали всем ученикам Инги приглашение на вечер ее памяти В роли ведущего выступил Алексей Насонов, представившись наставником убитой Немногое, что я успел рассказать вам об Инге Об Инге Успеховой Моей любимой ученице Она была удивительной женщиной, наполненной энергией Она несла свет в этот мир Инга могла предсказать многое К сожалению, она не смогла предсказать свою смерть Я думаю, что мы все, ее друзья, ученики, потеряли что-то вместе с ней Я считаю, что убийца Инги должен быть наказан Это будет справедливо Вы согласны со мной? Дело в том, что в ту страшную ночь Инга успела сообщить мне имя убийцы Она смогла дотянуться до телефона, позвонить мне и назвать имя Я предлагаю убийце, который среди вас, самому добровольно Прийти в полицию и написать явку с повинной Если этого не произойдет, то завтра утром я иду в полицию и называю имя преступника На этом наш вечер, посвященный памяти Инге, я считаю, закончен Слушай, а если мы ошибаемся и Илья не виноват Тогда он точно не придет Ну, а, смотри, он уже пришел Проведя мероприятие, детектив Насонов сознательно пошел через сквер Чтобы спровоцировать Илью Власова Я туда Дим, в раны, спугнешь А, некогда, тут ждать Кто вы на самом деле? А, это вы? Я же сказал, Инга моя ученица Не уберите нож, насилие на самом деле это не метод А вот признание, это признак духовного развития личности Опять это ваше сне, бла-бла-бла, сыт по горло Стоять! Быстрый воеволик, снег прещал Спасибо за помощь Да ни за что Илья, вы же понимаете, что операция бессмысленна Это же вы убили Ингу из мести Я любил ее Она разрушила всю мою жизнь Ну а почему вы решили, что Инга виновата во всех ваших неудачах? А кто же еще? Она говорила мне, ты сможешь, давай, делай Это твои цели, твои мечты, твои амбиции Я верил Я продавал имущество Я запускал бизнес за бизнесом, но все разваливалось Может быть, дело не только в Инге, но и у вас? Ну, конечно Она очаровала меня Она тянула из меня деньги А когда я весь кончился, просто выкинула, как использованную салфетку Закрутила с другим, с этим Андреем Вы ревновали ее? Да я прозрел! У меня вдруг словно глаза открылись на эту женщину Но простить ее я не смог Что она со мной сделала? До чего довела? Я был успешным бизнесменом У меня был мой бизнес Пусть не крупный, но стабильный Теперь у меня ничего нет Даже квартиры Что-то мне его совсем не жалко А почему вы во всем вините Ковчина? Она же не заставляла вас принимать решение под дулом пистолета Вы меня не понимаете, что ли? Она как Черная дыра Пострашнее, чем дуло пистолета Она со мной Что хотела, могла делать Я как Под гипнозом был Я На том семинаре Видел ее С этим Андреем Она бы его сожрала Да я спас его Всех спас Когда убила эту чертову куклу Она бы еще кучу Судеб сломала Для нее люди, как Игрушки Илью осудили за убийство Инги Андрей вернулся к Валентине Она простила его Алина закончила школу И поступила в институт На факультет психологии Пятый канал Представляет Я уверена, у меня все получится Там сейчас как раз Никого не должно быть Я Ты меня только дальше не провожай Хорошо? Я сама добегу Пятнадцать минут И я вернусь Хорошо? Ну все Я пошла? День добрый Здравствуйте Иван Григорьев Начальник охранного предприятия Очень приятно Может вы разденете? Не, некогда Присаживайтесь Понимаете У меня пропала жена Тамара Григорьева Давно пропала? В полицию заявляли? Вчера вечером ушла И не вернулась И ни в какую полицию Я заявлять не буду Я хочу, чтобы вы ее нашли Ну подождите Может быть она осталась У подруги переночевать Или с ней что-то случилось Она вообще в больнице Из больницы Мне давно уже позвонили бы У нее был телефон с тобой Никаких подружек у нее нет Как нет? У нее есть муж Сын Собственный дом Никаких подружек ей не надо Поясню Мы с ней живем уже 26 лет Душа в душу И она ни разу не ночевала вне дома Вы меня конечно извините Но мне кажется Что у каждой женщины Должна быть хотя бы одна подруга Познакомились мы с ней В маленькой деревушке Откуда ее увез Потом мы вместе ездили Она все время была со мной Я занимался строительством Вот С сыном Пылинки с нее сдували И никто ей не нужен Кроме нас Понимаю Вы скажите Вчера ничего необычного не происходило Ну мало ли Вы могли поругаться Она обиделась Ушла Да нет же Говорю У нас Скоро свадьба Собственного сына И Тамара так не могла поступить А я могу осмотреть Вашу квартиру Ну может быть мы там Найдем ответы На интересующий нас вопрос Да конечно Поехали Я через минуточку вас догоню Хорошо Соберите мне всю информацию в сети О семье Григорьевых Обо всех О муже О жене И о сыне Хорошо Пожалуйста А где тумбочка жены? Вот рядом с ее местом Тамара любила Почитать перед сном А у вашей жены Есть свое место Ну не знаю Что-то типа будуара Ну где она Могла бы там накраситься В порядок себя привезти Где она хранит Свои безделушки Украшения Тамара не любила Краситься Естественная красота Гораздо Больше идет женщине И ювелирные изделия Она не любила Кроме обручального кольца Который ей подарил 26 лет назад В шкаф можно заглянуть? И одежду ваша жена Предпочитает Спокойных тонов Да А все вещи Жены на месте Ничего не пропало Она ушла В сером платье В черных сапогах И искусственной Ноем полушубки Она не любила Натуральный мех Ну мне все понятно Пап, ты дома? Я на 15 минут Сын пришел Сергей А я могу с ним поговорить? Да конечно Пожалуйста Пап, представляешь На работу в свитере пришел А мне к клиенту Ехать сейчас Документ отвозить Какую рубашку Лучше нацепить? А конечно белую Вот познакомься Сын Игорь Петрович Частный детектив Очень приятно Здравствуйте Вот Отец ваш ко мне обратился Чтобы я маму разыскал Хотел бы с вами поговорить Конечно Только у меня через полчаса встречи И мне нужно переодеться Да я все понимаю Я тебе чайку пока сделаю Успеешь же выпить? Сергей А вы маму последний раз Когда видели? Утром Мы с отцом На работу собирались Она нам завтрак делала Больше я ее не видел А с работы Во сколько пришли? Поздно Вчера куча дел было Пробки Один клиент меня задержал Я его час прождал Ну Часов в одиннадцать А отец уже дома был? Да Он Переживал что мамы нет Мама с вами Никакими своими переживаниями не делилась Может у нее проблемы какие-то были Все мамины проблемы решали мы с папой Поэтому я точно могу сказать Что никаких проблем у нее не было Ну кроме моей свадьбы А что не так со свадьбой? Ну мама всегда переживает Когда ее Их сыновья женятся Моя мама не исключение Мы маму очень любим Она всегда за нами Как за каменной стеной Пожалуйста найдите ее Вы простите Я очень спешу Чаю Спасибо Спасибо Ну что судя по всему Ни Ивана Григорьева Ни его жены Тамара В социальных сетях нет Я нашел страницу Только их сына Сергея И что там? Ничего особенного Несколько фотографий с охоты Я так понимаю Это его хобби Ну и еще написано Что он в отношениях С Анастасией Мартыновой Вот и все Молодец Кто? Ты Согласен Детектив Лукин Решил поговорить С соседями Григорьевых По лестничной площадке Скажите А вот с соседкой С Тамарой Григорьевой У вас какие отношения? Да нет никаких отношений Господи Она лишний раз Слово боится сказать Боится? А почему? А вы ее мужа видели? А сына? Они ее затритировали совершенно Мне показалось Что наоборот Они ее любят Любят Любовь-то разная бывает Знаете Иван ее иногда поколачивает Вот сколько раз я видела Выходит на лестничную клетку Ну с пакетом мусорным Как будто ей надо Мусор вынести А сама прям вся трясется Рыдает Но только вот так себе в кулак Чтобы не дай бог Муж не услышал Значит они Скандалили Учит он ее так Однажды я слышала Как он на нее орал И даже на рубашку Плохо погладил А на рабыне у него А не жена Ну а почему же Тамара Это терпит? Почему не уйдет от мужа? Знаете Некоторые бабы Дуры Думают Что если бьет Значит любит Только дуры А не дуры Мой муж Один раз Меня ударил Один раз Я его сразу Из квартиры Выставила А вы не замечали Кто к Тамаре приходит? Ну может подруги какие-то? Да нет у нее никаких подруг Они пять лет здесь живут Я никогда Никого не видела А вот вчера вечером Вы были дома? Не обратили внимания? Может что-то Необычное происходило? Я вчера в театре была Я каждый понедельник Хожу на спектакль Понятно Спасибо А с Тамарой-то Что случилось? Понимаете ли Вчера вечером Тамара домой не вернулась И телефон ее молчит Вот муж и сын Переживает Разыскивает Неужели Рискнула Сбежала Вот молодец Я думаю Что нужно проверить Алиби Ивана А что если он узнал Что Тамара Собирается уходить Из семьи Там непонятно Что могло произойти Вы думаете Иван мог убить Тамару? Ну зачем Он тогда к нам обратился? Ну давайте Пока не будем делать Поспешных выводов Но алиби Его проверить надо Игорь Петрович Я тут кое-что Интересное нашел К детективам Обратился хозяин Охранного агентства Иван Григорьев Иван попросил Найти его жену Тамару Которая не пришла Домой ночевать Иван уверен Что с женой Что-то случилось Потому что раньше Она никогда не пропадала Детективам удалось узнать Что не все В семье Григорьевых Было так хорошо Как описывают Муж и сын Оказывается С IP-адреса По которому Тамара уходила в сеть Есть страничка Под ником Грустная роза Ну Имен и Телефонов здесь конечно нет Но мне почему-то кажется Что это Тамара Ну а какие там контакты есть Так вот именно Что у этой грустной розы Только один друг Инна Завьялова Я страничку ее вскрыл Оказывается Что она Из той же деревни Что и Тамара И они одного года рождения Тогда выходит Что Тамара Может скрываться У этой Инны А адрес Телефона Инны узнал Ну пока не успел А ты напиши ей письмо От имени Тамары Ну типа Подруга давай встретимся Поговорим Если Инна ответит И придет на встречу Значит она не знает Где находится Тамара А если не ответит И затаится То вполне возможно Что Тамара у нее Читает Пишет Ответила Так что он там Конечно родная Я уже еду А ты встречу Тельген назначил Во сколько Ну вот В парке Через сорок пять минут Ну хорошо Я поехал на встречу С Инной А вы отправляйтесь В офис охранного агентства Все таки проверьте Алиби Ивана Ух Томка Ну где же ты Что ж ты трубку тут не берешь Здравствуйте Вы Инна Завьялова Да А я Тамара Что с ней Ну не молчите Почему она сама не пришла Почему вас то прислала Вы кто Давайте-ка мы прогуляемся Я им все объясню А то сразу столько вопросов Дело в том Что подруга ваша Вчера вечером домой не вернулась И телефон ее выключен Понимаете Так Вас Иван подослал да Он узнал что мы с Тамарой Продолжаем общаться Я не буду с вами разговаривать Да подождите Инна Ну никто меня не подсылал Я частный детектив Вот мое удостоверение Вот Лукин Игорь Петрович Я знаю какие у Тамары Отношения с мужем Я даже не знаю Могу ли я вам верить Вы поймите Подруга ваша пропала Если вам что-то известно Пожалуйста Расскажите Хорошо Иван сволочь Он сделал из Томки Настоящую рабыню Она ведь как родила сына В 19 лет Так с этого момента Пикнуть не могла Готовила Опсировала их Ублажала всячески А взамен получала Только тычки Пинки Издевательства И вот всегда так было Ну почему же Тамара от Ивана не ушла А куда Бабка с которой Она воспитывалась Умерла Дом сгорел Даже документов не осталось Ой Да не отпустил бы ее Иван Она боялась его До умопомрачения Знаете вот Мартышка так удава боится Вот замирает И идет прямо в пасть Ну да я понимаю И сына их Сергей Иван Воспитал по своему образу И подобию Ой Он ведь мать в грош не ставил Сопляк Мог в нее ботинком швырнуть Если ему казалось Что он недостаточно вычищен Мог еду на пол вывалить Если ему казалось Что она недосоленая В общем Даже ударить мог Короче не жизнь была у Томки Ад настоящий Да Но ведь в последнее время Что-то изменилось Так Да У нее появился кто-то Не знаю ни имени Нигде работает Тамара Очень боялась Ивана Поэтому она и мне Ничего не рассказывала Ну Чтобы я не могла Случайно проболтаться Понимаете Если Иван вдруг Меня найдет Да понимаю Выходит У Тамары Был любовник Да И нам нужно его найти А что у нас по алиби Ивана Иван вчера вечером Несколько раз уходил куда-то Потом возвращался Но никто из его сотрудников Мне не сказал Когда он точно был в офисе Домой ушло около десяти Значит стопроцентного алиби У Ивана нет Нет Да, Людмила, слушаю Я все понял Ждите Я скоро подъеду Звонила соседка Тамара Там какой-то мужчина Ходит по двору Тамара разыскивает Ну соседи опрашивают Так что я туда Я этого мужчину сразу заметила Я здесь давно живу Всех знаю Так Вы с ним разговаривали? Да Я выхожу из подъезда А тут он Говорит Вы в этом подъезде живете? Я говорю Да Ну давай сразу Про Тамару Выспрашивать Так А что конкретно Выспрашивал? Выспрашивал Где ее можно найти Почему у нее телефон Выключен Где она бывает Если не дома А он как-нибудь представился? Да Он сказал Что он из коллекторского агентства Господи Неужели Тома Денег назанимала И скрыл с ними И теперь ее коллекторы ищут Я в газетах читала Что за долги Иногда даже убивают Значит, говорите коллектор Интересно А он свой номер телефона не оставлял? Ну, в тот случай Если вдруг Тамара найдется Так я же сама попросила Подумала Вдруг вам потребуется Спасибо Правильно сделали А как его зовут? Не сказал? Сказал Его зовут Леонид Вот номер его телефона Спасибо Алло, Леонид? Через 15 минут Детектив Лукин Встретился с Леонидом Значит, вы никакой не коллектор? Нет, конечно Я это придумал Чтобы хоть что-нибудь узнать О Тамаре Чтобы не навредить ей Скажите, вы с Тамарой давно знакомы? Полгода Мы познакомились с ней в супермаркете Я помог донести продукты До машины Она была такая Нежная Такая Хрупкая Испуганная Она мне сразу понравилась Мне захотелось ее защитить От всего мира Я попытался познакомиться И у вас Завязались отношения? Да Да Ну, понадобилось Много времени Чтобы она ко мне Привыкла Чтобы поверила Муж, конечно У нее чудовище Когда она все рассказала мне Мне захотелось его убить Скажите А Тамару вы последний раз Когда видели? Она была у меня вчера Сказала, что она все решила Что уходит от мужа Что брать ей дома нечего Только какие-то старые фотографии Вот она ушла А я остался ждать А в котором часу это было? Половине седьмого Странно У нее планировалась свадьба сына Логичнее было бы Отыграть свадьбу И уже потом от мужа уходить Ну да Она так изначально и хотела А вчера она пришла И сказал, что свадьбы не будет Вот она ушла А я остался там ждать А почему свадьбы не будет? Я не знаю Она ушла А я так и прождал До самой ночи А вы ей звонили? Я боялся звонить И чтобы не навредить Я вас очень прошу Помогите мне Найдите Тому В общем поговорила я с Леонидом Леонид сказал, что у них с Тамарой Любовь Что Тамара ему сказала Что уйдет от мужа И они будут жить вместе А может Леонид врет? И Тамара наоборот ему сказала Что хочет порвать с ним Чтобы вернуться К мужу А из-за этого Леонид бы ее убил, да? Да это маловероятно Игорь Петрович, ну вы же сами сказали Что он любит Тамару Он надеялся, верил А она решила его бросить Ну хорошо Алиби Леонида легко проверить Он сказал, что прождал Тамару Возле дома Григорьевых Ну наверняка там где-нибудь есть видеокамеры Сейчас на каждом подъезде есть видеокамеры Нужно только достать эту запись и посмотреть Ну сделаем Меня другое волнует Меня волнует, почему Тамара так уверена, что свадьба не состоится И почему ни Иван, ни Сергей мне об этом ничего не сказали, а? Нужно найти телефон этой невесты Игорь Петрович, его даже искать не нужно В распечатке звонков Тамары есть телефон Анастасии Мартыновой И судя по социальной страничке Сергея По его фотографиям Анастасии Мартыновой Есть его невеста, вот она И как часто она звонила Тамаре? Ну она не звонила Тамаре ни разу А вот Тамара ей звонила два дня назад А до этого? А до этого ни разу Ну мне почему-то кажется, что Именно Тамара причастна к тому, что свадьбы не будет Дим, нужно найти адрес этой невесты И с ней поговорить Сейчас сделаем Зачем вы пришли? Детектив Лукин приехал в квартиру К невесте Сергея Григорьева, Насте Я так понимаю, что свадьба с Сергеем отменяется? Да, вы все правильно поняли Скажите, вы встречались с матерью Сергея? Допустим Когда вы последний раз ее видели? Это вас не касается Дело в том, что Тамара пропала Мне кажется, вы можете нам помочь Если что-то знаете, расскажите Как пропала? Это не может быть Она дома не ночевала А Сергей и его отец пытаются ее найти Я об этом ничего не знаю Да Да, Иван Нет пока никаких результатов Я сейчас у Насти Невесты Сергея К сожалению, она не может нам ничем помочь Да куда-то уезжать собирается Не знаю куда Да, Иван, всего доброго Это был отец Сергея? Зачем вы ему сказали про мой отъезд? Уходите Немедленно уходите Извините, я не знал, что это секрет Детектив Лукин позвонил своим помощникам и попросил их приехать к дому Насти Вы слова Леонида проверили? Да, все соответствует Пришли вместе, постояли немного, она ушла Он остался один Ну и до 12 так и простоял Настя явно что-то знает Но ничего не говорит Мне кажется, она что-то боится Я Ивану позвонил Сказал, что Настя собирается уезжать Я думаю, что он перезвонит Сергею И Сергей вот-вот будет здесь Настя вам вообще ничего не сказала? Вообще ничего Во А вот, кстати, и Сергей К детективам обратился хозяин охранного агентства Иван Григорьев У него пропала жена Тамара прямо перед свадьбой единственного сына Детективам удалось выяснить, что за день до своего исчезновения Тамара решила бросить мужа и уйти к Леониду Человеку, которого она любила Но перед этим Тамара о чем-то говорила с невестой сына Настей После чего Настя решила отменить свадьбу Не подходи ко мне Господи, да что случилось-то? Зачем ты пришел? Я же тебе уже все сказала Свадьба не будет, я уезжаю Почему? Ты можешь мне объяснить, почему? Куда ты уезжаешь, Настя? Все же хорошо было Потому что твоя мама рассказала мне правду Ты никуда не едешь Я же тебе сто раз говорил, моя мамаша ненормальная Она отцу изменяла И мне хочет жизнь покалечить Выброси все из головы, все, что она тебе наговорила Ты больше ее никогда не увидишь Не трогай мои вещи, я все равно уеду Вы били ее, вы издевались над ней Я не хочу повторить судьбу твоей матери Не хочешь? Не хочешь и не повторишь Я люблю тебя Слышишь? И ты меня любишь Мы же с тобой созданы друг для друга Ты же моя девочка Пусти меня Я все равно не буду твоей женой Будешь? Ты какое право? Имеешь говорить нет Будешь Все хорошо Алло Папа Папочка, приезжай скорее Ты через сколько будешь? Я жду Уходи, на чуму отец убьет тебя Свадьба будет Ты от меня никуда не денешься Он сказал, что Настя никогда больше не увидит Тамары И про любовника сказал Так значит он знает, что Тамара встречалась с Леонидом Он не знает, с кем она встречалась Иначе Леониду пришлось бы не сладко Так получается, они оба нам врали И знают, где находится сейчас Тамара В общем так, оставайтесь здесь А мне нужно поговорить с Настей Настя, простите Но мне действительно нужно с вами поговорить Понимаете, Тамара пропала Я подозреваю, что к этому могут быть причастны Либо Сергей, либо его отец Я его боюсь Кого? Сергей, я не знала, что он такой Я любила его и думала, что он меня любит А его мать Знаете, я когда к ним первый раз домой попала Я удивилась, насколько там все чисто Тамара улыбалась, почти ничего не говорила И только старалась всем угодить Я даже подумала, какая у меня будет идеальная свекровь Свадьбу мы обсуждали только с отцом Сергея, и Тамару я больше не видела А потом она мне позвонила А когда это было? Два дня назад Она мне позвонила и сказала, что хочет встретиться Я пригласила ее в гости Я думала, что она хочет обсудить что-то о свадьбе Я умоляю тебя, девочка Ну беги ты от этого монстра Он искалечит тебе жизнь Он растопчет тебя Ты всю жизнь будешь ощущать себя рабыней Которой никогда не вырваться из рабства Что вы такое говорите, Сережа же ваш сын Вот поэтому я и имею право это говорить Я знаю своего сына Я мать Ну не будешь ты с ним счастлива Он считает, что женщина Ну как собака Которая должна хранить верность своему хозяину Только собак-то иногда ласкают А я никогда не видела ласки Тамара просила меня ничего не говорить Просто отменить свадьбу и все Я и хотела так сделать Но он начал кричать Он вынудил меня Когда состоялся этот разговор? Вчера днем Простите, мне пора, мой папа Ну а с ней же ничего не случилось, да? Она же просто ушла Ушла и все, да? Что вам удалось узнать? Где моя жена? Я не собираюсь делать ее работу по дому Иван, а вы знаете, что из-за вашей жены Расстроилась свадьба Сергея? Да что за бред вы несете? А то, что у Тамары есть любовник И она собиралась к нему уйти Вы в своем уме? Ваш сын вам все рассказал? Он открыл вам глаза На то, какая гадина его мать И ваша жена Ты врешь, не могла, Томка Не могла Успокойтесь Значит Говоришь, Серега все знал И про свадьбу, и про любовника И ничего мне не сказал Паразит А Томка, Томка Убил бы ее мразь Вот своими руками Так вот что Я свой заказ отменяю Искать Томку больше не надо Я предательство не прощаю А ее любовник Он кто? Человек В общем, поговорил я с Иваном И я почти на сто процентов уверен Что он ничего не знал Получается, что все знает только один человек Так, Сергей Значит, завтра с утра Занимайтесь алиби Сергея А сейчас уже поздно Давайте-ка по домам Хорошо На следующее утро Парковка возле офиса Оказалась занятой И детектив припарковал свою машину Немного дальше Вы зачем отцу все рассказали? Ему ночью с сердцем плохо стало Его наскорую увезли Если бы вы с самого начала Рассказали мне всю правду С вашим отцом Ничего бы не случилось Я его беспокоить не хотел И свои проблемы Я решу сам И свадьба с Настей состоится И мать ваша вернется Вы знаете, где она? Где вы ее держите? Чего? Я понятия не имею, где она Хотя хотел бы знать Чтобы ей в лицо все сказать Что я не думаю Да пойми, Сергей Чисто сердечное признание Пошел ты! Игорь Петрович, мы уже 8 утра Побывали в охранном агентстве Там вчера Сергея видели Только утром и днем Потом в 5 часов Ему кто-то позвонил И он уехал Ну это Настя ему звонила Но он больше не возвращался Правильно После разговора с Настей Сергей отправился домой И примерно в это же время В половине шестого Тамара пошла домой А Леонид Напрасно прождал ее Возле подъезда Подождите Так что Сергей убил свою мать? А других вариантов нет У нас нет доказательств Только предположения Допустим Если Сергей совершил убийство То ему нужно было Избавиться от трупа Тело он мог вывезти на машине И спрятать в каком-то Знакомом ему месте А где такое место может быть? Охотхозяйство Сергей охотник Он там постоянный клиент Далеко? Километров 60 от нас Ну что ж Если ты действительно прав И Сергей тело спрятал В охотхозяйстве Я кажется знаю Как заставить его себя выдать Собирайтесь Сергей Иванович Добрый день Из охотхозяйства Вас беспокоим Хотим сообщить Что мы базу закрываем На плановую перестройку Да Мы хотим расширять Наши владения Новые корпуса строить Дорожки прокладывать Просим прощения За предоставленные неудобства Да В самое ближайшее время Вот буквально на днях Да Еще раз извините Вы думаете Труп в охотхозяйстве? Скоро узнаем Ну вот и дождались Недалеко же мама ваша убежала Я не хотел Я не хотел убивать ее Ну и зачем ты это сделала? Тебе что плохо живется? Ты и твой отец чудовище Самое страшное Что вы даже не понимаете этого Он из тебя сделал Такого же монстра Как он сам Да тебе какая разница Тебе чего? Со мной жить Ты понимаешь Что ты мне всю жизнь ломаешь? А я не тебе жизнь ломаю Я спасаю жизнь Этой девочки От тебя И от той мерзкой жизни Которую вы с отцом Ей уготовили Которой прожила я Я ненавижу тебя Значит так Завтра мы поедем к Насте И ты скажешь Что ты все выдумала Ясно? Иначе я тебя запихну в психушку Меня не будет уже сегодня Ты думаешь За меня некому заступиться? А это не так? Я ухожу Прямо сейчас К человеку Которого я люблю Который любит И уважает меня Ты изменяешь отцу? Ты есть любовник? Да как ты смеешь? А я прожила такую жизнь Что я смею Я уйду От твоего отца И я спасу жизнь Насти от тебя И я жалею Что родила тебя Если бы я знала Что ты вырастешь таким Да я бы сделала аборт Молчи, мразь Она не имела права Она не имела права Так поступать со мной Она не имела права Так поступать с отцом Она не имела права Говорить все это Насте Она не имела права Изменять отцу А на что она имела права? Вы ей даже на жизнь Право не оставили Иван умер в больнице Сергею провели Психологопсихиатрическую экспертизу Он был приговорен За убийство В состоянии аффекта По статье 107 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации К 3 годам лишения свободы